Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Сегодня хочу поделиться с вами двумя книжками. Они уже не совсем новые, но у нас первый раз именно в таком комплекте они пришли. Это очень известный автор Элизабет Друди. У нее уже была такая книжка красная по рисунку фигуры. Еще более 10 лет назад она была издана. А сейчас вот передо мной лежат две книжки по рисунку женской фигуры и рисунку мужской фигуры. Это одно и то же издательство, просто оно переименовалось. Раньше оно было промо-пресс, а сейчас Хоаки. Испанское издательство. Как видите, книжки как бы друг за другом идут, но это как бы у нас переиздание третье. Это у нас первое издание, поэтому разные стоят названия. Но это одно и то же издательство, просто оно переименовалось. Давайте я вам покажу, что это за книжки, кому они будут полезны. Здесь книжка по рисунку фигуры, самая дополненная версия. И я бы ее очень рекомендовала, во-первых, дизайнерам, а во-вторых, иллюстраторам, всем, кто рисует фигуру. Вот эти рисунки, они еще были в самом-самом первом издании, но здесь его здорово доработали. Все начинается с, смотрите, анализа того, как это было до, с античности и так далее. Потом обязательно у нас с вами анатомия, это скелет, движение, основные пропорции. И то, что часто делают, это раскладывание на геометрические формы для того, чтобы было проще рисовать и проще понимать, как это все формируется. Также отдельно раскладываются руки, стопы и так далее. После в книжке подробно разбирается, как рисовать позы, принцип контрапоста, S-curve, то, что называется. Здесь это все есть с большим количеством примеров. Еще когда я училась в институте, как я уже говорю, больше 10 лет назад, у меня было первое издание. И вот я просто брала и копировала какие-то моменты для того, чтобы научиться этим приемам, для того, чтобы они вошли в руку. Рисунок лица, глаза, нос, уши, как оно должно быть пропорционально. Здесь вот все-все-все есть. То есть начинаем с базы, с основы, плюс показаны примеры, как это может выглядеть. Разные прически, разные типы волос, как их рисовать, с помощью чего. Большой вариант, то есть я листаю через несколько страниц, там внутри очень много всего. Смотрите, вот позировки, как они смотрятся. В принципе, можно как бы брать и копировать позы для того, чтобы использовать. Вот самые популярные вот эти позы, которые есть. Здесь они все собраны. Группа из трех моделей, что тоже популярно. И, соответственно, вот смотрите, движение рук. С руками у многих большие проблемы. И то, что здесь они так подробно разобраны и можно скопировать, потому что рисуют вот такие веточки. Здесь это все есть. Можно прям покопировать, как сумки вешать и так далее. Особенности пропорционального построения 9,5 голов. Иногда делают 10, я видела даже 12 и 14. Здесь идет удлинение ног, потому что, вот смотрите, стандартная фигура. И, естественно, удлинение делала исследование, проверяла модели, модели 8. То есть, вот это реальный человек, вот это человек, которого мы рисуем в фэшн-иллюстрации. Так принято. Удлиняются в основном ноги. То есть, видите, торс сохраняется, голова становится чуть-чуть меньше. И, соответственно, идет удлинение ног. Ну вот такая есть особенность в рисовании. Так это принято. Это не значит, что это непреложное правило, но есть вот такой определенный стандарт. Много разных поз, много вариаций, как их рисовать. Именно вот по фигуре. А потом уже начинается одежда. Что самое приятное, одежда разложена очень подробно, соответственно, от фигуры до готовой одежды. От фигуры до готовой одежды. Смотрите, разные вариации, как это смотрится. Много таких примеров. Вот листают через несколько страниц, да, потому что там это все много. А тоже приятно, что показано, как рисовать драпировки, как рисовать форму, шарфы, заломы. То, что у многих не получаются вот эти светотеневые. Тоже можно брать, копировать и делать. Ну, плюс ко всему подсмотреть идеи. Вот это, кстати, обновление в третьей версии. В предыдущих версиях книги это не было. Что очень приятно. То есть, очень-очень полезные штучки и складочки, которые, соответственно, можно нарисовать. Мех, пайетки, кружево, цветные материалы, да, вот это все здесь есть. В основном здесь все, конечно, от руки. Есть некоторая диджитализация, но крайне-крайне маленькая. Вот. Ну, и разнообразные сложные узоры тоже здесь присутствуют. Это у нас книжка про женщин. И такая же книжка про мужчин. Кстати, достаточно большая редкость. Редко встретишь именно мужскую моду. Здесь вот отдельно все это изложено. Именно по рисунок. Вот она, Элизабета. И, соответственно, соавтор Тизиана Пасси. Если я правильно прочитала, если нет, прошу прощения, можете меня поправить. Принцип такой же. Изучаем античность, древнюю Грецию, скелет, материалы для рисунка. И точно так же вся анатомия разобрана. Разобрана с точки зрения геометрии, чтобы было удобно не составлять фигурки. То есть, это как бы стандартная такая история. И вот, смотрите, самые разные позы. Как рисовать, соответственно, руки, ноги, лица. Тоже прекрасные наши мужчины. Смотрите, у мужчин тоже происходит удлинение. Если здесь 9, но тоже не совсем реалистично. На самом деле, 8 обычно. И здесь 10 голов в росте. Рисуем части тела. Отдельно здесь лица и голова в разных ракурсах. Прически самые разнообразные. Ну, потому что мужские и женские отличаются. Особенно по форме скул, подбородка, губ. И рисовать так, чтобы мужчина получался именно мужчиной, а не что-то среднее. Тоже надо обязательно поучиться. Есть прям авторы, у которых очень хорошо получается именно мужская мода. То есть, это тоже своя такая направленность. Тоже работа с руками. Рукам очень много уделяют внимания. И это здорово. Ноги. И дальше уже пойдут элементы. Одежды тоже. Всякие разнообразные складки, заломы. Здесь вот смотрите. Разные позы и как добиваться цвета. И сейчас дальше пойдет одежда. Фигура, фигура в цвете и варианты одежды на ней. То есть, это тот же самый принцип, что и в женской. Потому что, ну, те же авторы. Книги собраны одинаково. Вот. И много-много разных вариаций того, как построить рисунок, как это сделать. Вот, смотрите. Такая диджитал пошла история. Тоже здесь это добавлено. Это достаточно интересно. Вот, трикотажная история. Уже с использованием компьютерной графики. Вот такие полосатики. И так далее. То есть, книжки идеальны для дизайнеров, для художников, кто этим занимается. Вот даже манекен. И сюда вложили примеры. Техникал шит. Технологическая документация, измерение деталей, элементов. И технические рисунки в изобилии. Много всего. Там стёжки, куртки. Можно всё это посмотреть. Да, от строчки, кармашки. Вот чисто технические рисунки. Даже кусочек обуви. Вот такие две книжки. Это уже переиздание. Не смущайтесь, что написано разное издательство. Теперь это одно издательство. Хайки. И промо-пресс стал вот этим издательством. То есть, это уже третья книжка. Действительно, они туда много добавили, много усовершенствовали. Видите, она потолще, чем мужская. Но обе книжки вам прекрасно подойдут. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, пишите эти книжки. У нас сейчас есть в наличии в онлайн-магазине. Ссылку я оставлю под этим видео. Вы сможете обязательно посмотреть. И при желании приобрести данные книги. На этом всё. Есть вопросы, пишите в комментариях. До скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует...